На суде разрешают присутствовать не более трёх человек. Вот я прошла и вынуждена была вернуться, так как потому что не разрешают четвёртому человеку присутствовать, а присутствовать должен был журналист. Я так как считаю, что средства массовой информации важнее, я вынуждена была выйти и пропустить его. Я хочу сказать, что мы приехали поддержать главного наших братьев. И мы это будем всегда делать. Мы их не оставили и не оставим, и не забыли, и не забудем. Сегодняшнее заседание началось с опозданием где-то в 2 часа. Назначено оно было на 10 часов. Начали мы слушаться полдвенадцатого, ближе к 12. Прокурор, у нас была замена прокурора, значит, прокурор также предоставляло доказательства, зачитывался меморандум. В последующем прокурор, значит, заявило ходатайство о продлении меры пресечения в отношении моего подзащитного на 3 месяца. Суд, уйдя в совещательную комнату, после возвращения совещательной комнаты, значит, суд удовлетворил ходатайство прокурора, продлил меру пресечения моему подзащитному Эмилю Зеддинову на 3 месяца до 3 ноября 2021 года. Они никаких преступлений не совершали, терактов не совершали, никого не убивали. И я требую от властей, от судей, чтобы справедливо решился этот вопрос, и они были освобождены. И на сегодняшнем процессе мы увидели, что прокурор должным образом не подготовился к заседанию, то есть не были предоставлены должным образом те доказательства, которые он сегодня предоставлял. Это просто были прослушанные аудиозаписи, на которых был просто шум, разговоры детей и женщин, и ничего конкретного слышно не было. Сегодня, как и на все предыдущие суды, я приехала с дочерью, как обычно нас не пропускали на проходной, и очень долго нам пришлось ругаться, пока нас пропустили. Когда мы зашли, ребята очень обрадовались, когда нас увидели наши родные. Как всегда, чтобы пройти в здание суда, нам приходится каждый раз, приезжая сюда, проходить какие-то препятствия. То нам выдают маленькие залы, и все прибывшие не могут пройти на заседание. Сегодня приехал на суд впервые за два с половиной года. Увидел бабашку, обрадовался, конечно. В первый раз приезжал, не пропустили. Сказали, типа, тебе 13 лет, хотя мне уже 16. Ну, когда приехал, бабашка меня сильно увидел, обрадовался, все салам кинули. Иншалава сказали, выйдем, и победа за нами. Сегодня очень много народу снова приехали поддержать наших близких. Аллахол Ардамир Азулсен, Чок Савулсен. Несмотря на такую жару, люди едут издалека с единственной целью поддержать наших близких, придать им силы. Сегодня мы планировали продолжить допрос секретного свидетеля, допрос которого по техническим причинам прервался на предыдущем судебном заседании. Но прокурор заявил о том, что нет сегодня секретного этого свидетеля, и он, значит, планирует представлять другие материалы. Мы, конечно, выразили свое возражение о том, что исправление и вообще изменение хода представления доказательств, ну, не предусмотрено, перерыв в допросе свидетеля, потом представление каких-то доказательств, потом опять допрос свидетеля, так не делается. И об этом мы как бы заявили и сказали, что это нарушает вообще порядок представления доказательств стороной обвинения, который был заявлен и который был утвержден судом. Однако, конечно же, суд отклонил наши такие возражения. Мы в сегодняшнем судебном заседании прокурор попытался сначала представить аудиозаписи, нам ничего не было слышно, некоторые записи вообще не производились, а потом, значит, прокурор представил аудиозаписи, на которых были лишь темные лица, снимали какую-то там часть живого дома, ходили какие-то люди, силуэт этих людей. Что этим хотел доказать прокурор и сторона обвинения нам пока не ясно. Но следующее судебное заседание назначено на 10 августа на 10 часов, как заявил прокурор, скорее всего, мы все-таки продолжим допрашивать этого секретного свидетеля и должны обеспечить его явку.